Вчера неожиданно из рабочего положения была получена команда на приведение эскадрильи в боевую готовность. Силами эскадрильи выполнена подготовка авиационной техники и занятие готовности. Далее последовала команда на перебазирование двух звеньев вертолётной эскадрильи, восьми вертолётов Ми-24, на аэродром по предназначению. Силами эскадрильи выполнена частичная разборка авиационной техники, и погрузка на самолёт, который прибыл для перевозки авиационной техники воздушным эшелоном «Руслан». Данный самолёт вмещается в четыре вертолёта Ми-24 с личным составом, соответственно, и необходимым оборудованием. Ну, как вы видите, для загрузки необходимо именно самолёт А-124 «Руслан». Для транспортировки Ми-24 необходимо снять, соответственно, несущий винт, снимаются пять лопастей. Две лопасти руевого винта снимаются левое, правое крыло и хрустовая опора, которая находится на хрустовой балке, соответственно. При необходимости снимается также стойка «Дуаз» на первых двух вертолётов, чтобы по длине четыре вертолёта могли войти в грузовую от всех самолётов. В данный момент выполняется расшвартовка вертолётов, частичная сборка и подготовка вертолётов к боевому вылету. Основная задача наша на данном этапе – это обеспечение развертывания сухопутных войск нашей страны. Значит, по технологической карте для частичной сборки вертолёта после перевозки достаточно двух часов. То есть необходимо будет дозаправить спецжидкостями и топливом выполнить сборку и опробу авиационной техники, после чего выполняется зарядка и занятие готовности. В данном случае выполняем эту задачу в первый раз. До этого выполняли эту задачу при переброске вертолётов только если авиационная техника доставлялась в другие страны, как участие в миротворческой миссии в Африке, в Северо-Леоне, соответственно, и в Судане. Основная сложность в данной операции – это при загрузке и разгрузке вертолётов выполняется стравливание стоек, там накачан азот. И, соответственно, необходимо для того, чтобы не повредить антенну и балку при выкатании вертолёта из самолёта, необходимо подкачивать колёса, соответственно. И здесь необходима слаженность в основном технического состава, который должен обучен выполнению данных операций. Субтитры создавал DimaTorzok